запись встречи началась итак сегодняшняя наша встреча посвящена всемирного дню беженцев убежина которая будет сейчас 20 июня это международный день эта дата с 2001 года имеет место и насколько я знаю идея этой даты в том чтобы отметить силу мужество и стойкость миллионов людей которые сталкиваются с преследованием или угрозой безопасности для их жизни и близких и они вынуждены перемещаться из своего обычного места проживания в другие либо регионы страны либо же другие страны в основном про беженцев которые другие страны переезжают и на сегодня согласно овкб управление верховного комиссара по делам беженцев он эта цифра достигла невиданного масштаба это около 100 миллионов человек 100 миллионов жизней и историй людей которые столкнулись с вызовами их безопасности кто сегодня организует эту встречу это химон константа мы просто организация которая занимается занималась многие годы и тремя основными направлениями работы это защита прав иностранных прав человека иностранных граждан лист без гражданства который находится в беларуси либо следует транзитом через беларусь но сложилась практика что мы и вне беларуси то есть продолжать нашу работу по защите прав этих людей также у нас второе большое направление это цифровые права цифровые свободы а также третье большое направление антидискриминации образование с переправ человека в рамках которого мы также занимаемся темой hate speech hate crime и злоупотребление антиэкстримизмом антиэкстримистским законодательством сегодня у нас есть уникальная возможность с всякой то со степанией на кулаевой которая является эксперткой антидискриминационного центра мемориал центр который занимается защитой прав меньшинств мигрантов мигрантов уязвимых групп населения также противодействием расизму сексизму гомофобии и всем формам ксенофобии которые имеют место вот а сегодняшняя встреча это уязвимая группы и война и во время сегодняшней лекции встречи до которой у нас предусмотрена есть будет возможность узнать услышать об особенностях миграции в связи с войной в частности в украине также узнать о группах которые находятся в наиболее уязвимом положении и что именно угрожает также услышать по узнать про международные стандарты а также про программы которые существуют либо которых недостаточно может быть для защиты прав этих групп и также про отношения к беженцам беженкам из украины в разных странах и формат такой что у стефани есть основной материал который она будет предлагать у нас есть формате зум встречи чат как минимум до в которой можете свои вопросы оставлять и реакции мы будем стараться их отслеживать и своевременно озвучивать даже чтобы степани могла и на них реагировать отвечать также будет возможность если вы по время вот этого доклада дань у вас не сформулируются вопросы либо вы их не озвучите то после завершения до этого доклада тоже можете озвучить эти вопросы либо голосом либо в чат и как-то надеемся на какую-то дискуссию до обсуждения этой темы вот наверное на этом моменте я передаю слово стефании вот и я буду здесь продолжать находиться пытаться реагировать на чатик и другие вопросы стефания здравствуйте большое спасибо всем кто заинтересовался темы этого разговора и я буду благодарна за вопросы или какие-то предложения которые мы можем сразу включать в этот разговор или мы можем попробовать ответить позже если они возникнут но я не буду подходить к этой теме так всеобъемлюще как все 100 миллионов беженцев во всем мире я попробую рассказать о том чем сейчас занимаемся мы в моей организации которая называется антидискриминационный центр мемориал и мы уже много лет работаем как по дискриминированным группам или группа мой зима дискриминации как это тоже называют так и по теме защиты прав детей миграции и наша работа раньше проходила в рамках компании которая называется crossboda childhood это можно по хэштегу посмотреть а вот совсем недавно в этом в июне 22 года мы запустили так как новый вариант который называется crossboda-childhood.ua то есть именно по ситуации в украине я послала в чат ссылку и на саму компанию на ее релиз первая ссылка на релиз можно посмотреть как доступной форме мы попытались изложить свои принципы подхода к этой теме понятно что мы работаем регионально то есть это восточная европа центральной азии для нашего региона события украине и в том числе громадная миграция это чрезвычайно важный феномен которым невозможно пройти мило то время как события не менее может быть драматически в других частях мира но это просто немножко вне нашего поля работы сейчас географического поля тем не менее постараюсь объяснить чем специфика чем это отличается от других может быть сравнимых проблем я хочу сказать про июнь мы запустили эту кампанию в июне не только потому что действительно приближается день беженцев о чем мы тоже думаем но и другие очень важные про защитные даты в нашем регионе опять же вот в россии белоруссии украине принято отмечать международный день защиты детей 1 июня но мы запустили кампанию сознательно немножко другой дате 4 июня международный день защиты детей жертв насилия поскольку война это всегда в первую очередь главным образом насилия в том числе насел от которого страдают дети то мы сочли что это более даже подходит к нашей ситуации других странах мира 1 июня гораздо менее известная дата почти не отмечается отмечается 20 ноября день прав ребенка поэтому тут у нас как то есть выбор можно несколько раз в год вспоминать о детях июнь же характерен вот и несколькими датами по защите прав детей и днем беженца международном и еще день против пыток в конце месяца и все это конечно опять же связано с войной поскольку война это насилие это пытки это мучение это огромные страдания детей я хочу объяснить наш подход что мы называем озимыми группами отчасти это отражено даже на уровне визуального ряда там картинки есть у нашей этой компании которую можете одновременно слушая на выступление смотреть вот видите там есть такие детские игрушки в виде ежика который держит руках флаг который считается международным флагом народа рома население первую очередь европы и вторая игрушка это какой-то медвежонок который у которого проблемы скажем с физическим здоровьем со физическим состоянием безусловно в ситуации войны очень сложно защитить но в то же время первую очередь нужно детей у которых особые потребности в области здоровья это и дети непосредственно пострадавшие от войны например потерявшие конечность как это видимо изображена этой картинке в ходе боевых действий в ходе каких-то обстрелов или мин это и дети которые нуждались в этих особой помощи раньше то есть это может быть дети колясочники дети у которых какие-то еще особые потребности может быть палеотивные дети лежачие дети дети тяжелыми серьезными заболеваниями вот нам в чате предлагали поговорить о детях с онкологическими заболеваниями это тоже известная проблема они много говорили о черниговской онкологической детской больнице как ее был трудно эвакуировать и наконец это всякие другие дети находящиеся в системах интернатов это и бывают интернаты для детей с особенностями развития с особенностями психического состояния но бывают и просто какие-то дома ребенка приют и социальные учреждения и их эвакуация или защита детей в них представляет собой особые вызовы в то время как допустим когда мы говорим о меньшинствах ну вот тут для примера приведено романское меньшинство и украина это одна из самых таких значительных этнических меньшинств но могут быть и другие то есть религиозные меньшинства мусульмане украины то таких особых потребностей ведь нет нет необходимости создавать какие-то особые условия понятно что если мы говорим о детях которые не могут самостоятельно передвигаться допустим колясочники или как-то еще то нужны другие способы входа в транспорт нужны другие возможности перемещения как правило просто даже другой транспорт приспособленный к этому автобус или вагон и поездок а для того чтобы эвакуировать детей которые как-то иначе молятся или на каком-то другом языке говорят может быть немножко отличаются визуально нет препятствий казалось никаких но тут важно не допускать дискриминации мы к сожалению сталкиваемся со случаями всегда и в обычной жизни даже до войны во время войны везде с тем что люди могут хуже отнестись к детям которые там представляются им какими-то нехристианами не славянами и еще кем-то и к взрослым поэтому эти предрассудки необходимо как там иметь ввиду чтобы предотвратить риски дискриминации и вот учитывая эту уязвимость принять специально тоже мир поэтому в этом самом выступлении имея ввиду наши юнические даты я сосредоточусь не только и не отличается тем что это миграция с выраженной гендерно-возрастным лицом то есть это в первую очередь женщины и дети люди старшего возраста потому что понятное дело в украине это редкий случай не так часто бывает во время войны запрещен выезд мужчинам не мальчикам и не старикам а именно мужчинам и большинство семей покидает украину без мужчин исключения есть эти исключения касаются тех кто едет через россию беларусь там есть возможность часто выехать вместе все семьи вторая особенность этой миграции которую можно не сравнить с происходящими войнами последних десятилетий и большим потоком беженцев допустим сири и рака за афганистан то что европа европейский союз привела необыкновенное гостеприимство то есть они реально приняли всех тех кто хотел попасть европейский союз из украины я думаю что это уникальный случай по крайней мере мнение о чем подобном в таком масштабе неизвестно вас со все время существования европейского союза некогда говорят о том что это за все время со временем второй мировой войны с окончанием считается что украина покинула около пяти миллионов человек при этом говорят о том что 20 лишних миллионов уже вернулись но как будто ни было не тоже были людьми которых приняли пусть времени и тут тоже это гендерное и одновременно возрастное лицо но миграция но требует какого-то внимания потому что мы говорим о вообще рисках для беженцев но в данном случае мы будем приворочить о рисках для женщин и детей это например риски эксплуатации в том что сексуальной эксплуатации они всегда возникают когда люди находятся не в своей стране когда люди лишены обычной поддержки привычных обстоятельств и это тоже то чему мы призываем уделить особое внимание есть огромная проблема из тех чем мы пытаемся вот заняться в рамках нашей этой кампании недавно объявлена эта проблема деинституализации или наоборот сохранение тех институций которые были до эвакуации момента эвакуации детей сейчас украина это страна где как и в беларуси много детей находилась в разных закрытых учреждениях по современной терминологии организации объединенных наций все интернаты это местами свободы то есть даже детские дома обычные даже интернаты для детей нуждающихся в особом уходе и в общем есть рекомендация чтобы их не сохранять и по возможности размещать детей в семьях пока что украина не успела выполнить эту рекомендацию хотя к этому шли там был ряд правильных инициатив и были возможности их развивать но война все это прервала и получилось что дети выезжают с теми институциями которых они находили будь то даже больницы если может они даже там относительно время находились как вот эти пациенты черниговской детской больницы которая упоминала будь то какие-то даты длительного пребывания все состояние здоровья или просто детские дома дальше стоит вопрос следует ли их сохранять в таком виде или ситуации миграции эти дети могут быть розданы всеми что в том числе будет часто соответствовать законам тех стран куда они попадают потому что в очень многих странах европейского союза как таковых детских домов нет все дети институализированы соответственно если сохранить то как было при выйти из украины то получится что страны как бы отказавшиеся от содержания детей в местах несвободы возрождают это вынуждено поэтому есть заинтересованность в том чтобы не возрождать наоборот улучшить практику вот прямо в этот тезис мне тоже понятно соображение тех кто опасается детей опасаются видимо растерять может быть сложнее будет их собрать обратно и есть в общем попытки вам в ряде случаев и тех детей которые переехали другие районы украины в западной части украины и тех детей которые оказались в миграции европейском союзе пока оставлять вот в рамках этих институций ну многие правозащитники это не одобряют и считают что с этим нужно находить более гуманные подходы какие-то фостерные семьи я остановлюсь на нескольких понятиях которые я тут употребляю может быть все присутствуют они ясны но мне это неизвестно поэтому я если вы не будете мне подсказывать попробую объяснить для более исходя из того что более широкое у нас чем правозащитники эксперты что такое вообще права детей права детей рекламентируются конвенции права ребенка организация бенных наций это основной документ на самом деле его аналогов региональных мало и в нашем регионе том числе и украине это все-таки остается основным документом конвенция по правам ребенка была создана еще в глубокое советское время создавалась она страны восточного блока собственно говоря польша была подготовлена и при поддержке советского союза предложена поэтому она хранит такие черты это выражено мы когда читаем эту конвенцию мы видим что она так написано немножко несовременно и с позиции конечно меньше субъектности детей чем мы сейчас обычно понимаем в то же время комитет по правам ребенка который продолжает так сказать домысливать основные положения конвенции работают очень современно и в этом смысле я очень советую ориентироваться на рекомендации общего характера которые разъясняют нам вот более такие современные подходы к этим положениям в том числе совершенно замечательный очень применимый ко всем ситуациям о которых мы говорим замечание общего характера или комментарии общего характера по ситуации детей в миграции там я считаю просто вот расставлены все правильные акценты и именно этот документ мы стараемся в нашей компании кросс-болитчайл хоть брать за основу тем более что он сильно применим ко всем странам ратифицировавшим эту конвенцию а страны ратифицировавшим эту конвенцию это все страны мира все существующие призванные правительства плюс еще пара вполне входящих в он таких как палестина и например ватикан святой престол но за одним исключением наверное все знают даже что это удивительным образом соединенные штаты америки которые эту конвенцию упорно не ратифицируют наверное положение права ребенка в америке не то чтобы сильно хуже чем во всех странах которые ратифицировали есть страны где тоже все очень трудно но они может быть не так серьезно относятся к своим обязательствам в рамках оон поэтому как-то беспечно ратифицируют некоторые конвенции а американцы видимо решили серьезно отнестись и не могут согласиться с этой конвенции по одному удивительному пункту наиболее может быть очевидному для всех остальных стран а именно смертная казнь для детей которую американцы как-то не готовы отменить ну некоторые штаты поэтому конвенция это очень широко распространена это самая признанная конвенция самая успешная так сказать по продвижению всех странах мира и во всех странах мира соответственно действует их разъяснение по положению детей в ситуации миграции это очень удобный документ который я бы советовала читать публиковать разъяснять тем более когда мы говорим о уязвимых группах этот термин на самом деле требует уточнения то есть его часто употребляют не уточняя к чему уязвимы уязвимость может быть самое разное для меня очень важны группы уязвимых дискриминаций мы собственно говоря специализируемся по проблеме декриминации и когда мы говорим об уязвимости к дискриминации это не значит строго говоря дети или взрослые с особыми потребностями это значит что именно этих людей могут дискриминировать если мы говорим о людях с инвалидностью например то вот в контексте уязвимости к дискриминации мы имеем ввиду даже не то что им нужны там костыли или особые какие-то устройства а мы говорим о том что люди могут к ним просто хуже отнестись с предупреждением менее радостно допустим выполнять права этих детей или в какой-то степени даже там препятствовать реализации их прав в том числе например содержать их только потому что у них там какие-то проблемы как конечно уязвимые дискриминации вот опять же признаются всегда этнические меньшинства религиозные меньшинства гендерные меньшинства сейчас начинает такая тема звучать и на время войны чрезвычайно актуально потому что когда у человека один например пол записан в паспорте и другой уже внешний вид то пресечения границ становится огромной проблемой и мы это знаем еще по тому что начал происходить в нашем регионе в четырнадцатом году иногда что такое сама дискриминация да ну общее определение повторять не буду оно всем известно но в целом просто хочу сказать что часто я сталкиваюсь ситуации когда люди называют дискриминация просто все что им не нравится вот требуют вакцинации для тех кто хочет там посетить какое-то массовое мероприятие концерта дискриминация требования цена требуют пристегиваться я не знаю или не курить в самолете тоже некоторые считают это дискриминация то есть вот если меня заставляют делать или там подчиняться каким-то правилам которым я по каким-то соображениям не хочу подчиняться то это обязательно дискриминация конечно мне кажется бесполезно сводить все к такому широкому толкованию это все-таки должны быть спектр каких-то оснований обычно так и очерчивать если мы посмотрим на решение совета европы или на решение комитетов по правам человека совета он это комитет по рекомендации женщин комитет по рекомендации раз в дискриминации иногда и комитет по правам человека принимал решение касающиеся дискриминации в том числе дискриминации на основании соги то есть сексуальной амитации гендерной политичности во всех этих случаях все-таки очерчен некоторый спектр то есть человека нельзя просто так сказать что я сегодня пришел красной рубашке они в синей поэтому мне дали меньше еды и дискриминирование это слишком широкое толкование лучше когда есть определенные критерии по которым мы можем ориентироваться это гендерные расовые или этнические это основание связано с возрастом может быть в каких-то случаях это может быть религия иногда убеждение но с этим все поэтому мы в адекте мемориал особенно пристально смотрим именно на эти группы и вы можете посмотреть на наш сайт опять же и обнаружить там я могу вам писать уже линк на наш доклад по положению именно ромского меньшинства в украине сейчас в ситуации вот этой страшной войны и российской агрессии это доклад называется рома украины голоса и зада войны и в нем мы описываем то что удалось узнать это буквально такие монологи людей которые попали в разное положение то есть это есть кто-то кто был очень близко к местам откуда началась агрессия и сразу оказались фактически оккупация или в зоне активных боевых действий это есть например мариуполь да что очень драматические свидетельства собраны именно в этом докладе я послала линк это могут быть люди которые оказались не столь кровавым мессиве но тоже в оккупации херсонской области оттуда записаны свидетельства и наконец это те люди которые находятся места где еще как-то жить можно но все равно постоянный страх того что может прилететь ракета или дом может подорваться на менее вот одесская область и к тому же другие всякие проблемы связаны с войной начиная от нехватки просто продуктов первой необходимости всяких предметов лекарств и так далее и кончая экологически страшной ситуации потому что все время горят нефтебазы горят какие-то промышленные объекты в которых вероятно не предназначены для горения находятся всякие вещи происходит вся стрельба которая в конечном счете тоже улучшает конечно воздух и повышает температуру в общем там достаточно страшно находиться и кроме того есть еще третий фактор эпидемической ситуации как много слышали есть огромная угроза эпидемии холеры которая как будто уже начинается в мариуполе есть нехватка просто чистой воды что всегда чревато самыми разными кишечными заболеваниями в николаевине чистой воды и просто вообще нет этого воды туда привозят в количествах а большинство населения пытается выехать мы должны понимать что беженцы это все люди из этих регионов это те люди которые бежали вот непосредственно из-за страшных трилов проезжая через город за больными трупами как в мариуполе это те люди которые не приняли новую власть персолнечные запорожье воружской области выехали и это те люди которые находятся в регионах где все еще пока не так страшно но где угроза ухудшение ситуации постоянно и где просто очень трудно жить из-за нехватки всего это и киев это и одесса и николаев этой даже западный район украины откуда тоже выехали много людей тут важно как-то не делить мне кажется и не меряться тем кто больше пострадал кто меньше понимать что у всех были причины уже еще мне кажется важным когда мы говорим именно об этой ситуации понимать людей которые поехали не на запад а на восток то есть во первых известно что у многих не было выбора просто вообще там будь безопасный район украины или по крайней мере в какие-то где можно выжить район украины был полностью перекрыт люди были изолированы и предлагался только там джанкой прямо и дальше российской федерации но иногда можно было может быть и кто-то поехал в одну сторону а кто-то в другую но были конечно людей причины для такого выбора некоторые люди очень боялись проезжать эти опасные зоны некоторые люди хотели поехать туда где их кто-то ждал родственники коллеги знакомые и наконец некоторые люди просто вообще ни о чем не думали поехали вот туда куда так сказать увидели что можно проехать сейчас эти люди пытаются выбраться я меньше знакома ситуации беларуси но я постоянно вижу слышу всякую информацию тех кто выезжает массово россии наверное из беларуси тоже большинство заехавших вы же не все наверное выезжают как европейский союз так и обратно украину но чаще всего кружным путем то смогут попасть из допустим россии припал типа оттуда опять ехать в украину или наверное беларуси тоже тоже интересный аспект что насколько я знаю все страны окружающую украину беженцев принимают то есть мы не сталкиваем с той проблемой которые так часто сталкиваются афганцы что бежать некуда потому что их никто не пускает все строят кордоны и то что произошло в беларуси назад когда литва не пропускал беженцев из других стран оказавшихся в украине в беларуси вот этой проблемы нет можно выехать в союз можно примут примут в россии примут другое дело что предлагается и и на каких условиях поэтому мы знаем что часть украинского общества большая часть управительства оценивает некоторые формы выезда такого не вполне добровольного как депортационные практики практики похищения детей конечно это тоже надо каждый случай очень внимательно смотреть но скажем вывоз учреждений интернатов с оккупированных территорий страну оккупантом украинская страна рассматривает как похищение этих детей конечно тоже юридически это все очень запутано потому что часть этих детей вывезли из территории которая оккупирована с четырнадцатого года этим детям уже присвоено было российское гражданство вот на основании тех сложившихся опять же процедур которые уже возникли и украина воспринимает понятно что это все таки жители украины соответственно граждане украины даже если не оформлялся там какой-то документ но внутри этих не признаешь публика может быть другое мнение и с этим как-то приходится иметь дело со всей сложностью этой ситуации нам защитникам как-то приходится иметь дело мы не совсем политики мы должны так сказать оценивать вот эту ситуацию не только навязанного выезда в одну сторону но и навязанного гражданства это такая тоже сложная сложная получается картина другое дело что в общем принцип свободы передвижения подразумевает что люди которые уехали добровольно в стульную сторону могли так поступить по каким бы то ни было причинам потому что они когда-то жили учились в стульном стране допустим беларуси потому что у них там родственники знакомые или они видят себя там профессионально лучше чем любой другой стране этот выбор я думаю люди имеют право делать и называть его там преступлением или предательством не следует но в огромном большинстве случаев картина сложнее и добровольности там все очень относительно вот что касается выезда в европейский союз то во многих странах делается много людям предоставляется жилье предоставляется питание в некоторых странах предоставляются деньги это так сказать неровно кто как хочет то так и делать никакой но мы тем не менее фиксируем отдельные случаи странного отношения к уязвимым группам дискриминации и странного отношения иногда к детям то есть вот бывали случаи что дети просто берут раздают по каким всеми тут конечно нужен контроль пока нет других способов кроме государственного контроля я допускаю что могут быть разработаны лучшие способы кроме государства пока их нет реально нигде практически видимо он должен государственный со стороны каких-то служб на контроле за правами детей и за их личной безопасностью потому что когда человек приходит и просто заявляет что он хочет каких-то детей за ним надо следить тут тут есть риски и риски того что это действительно человек с плохими намерениями вот какой-то владей который намеренных сексуально эксплуатировать и человек который с добрыми намерениями но не справится это очень частый случай мы нам все знаем кто слышал об усыновлениях даже в своей собственной стране что люди не справляют то есть они берут детей полагая что все будет чудесно я буду варить этому ребенку кашу и читать с ним мои любимые книжки ребенок будет рад а вместо этого ребенок ничего этого не хочет ни кашу ни книжки реагирует сложно на травматичную для ребенка ситуацию может быть убегает ну и возникает ситуация провала поэтому необходим и поддержка таких людей и контроль потому что в ситуации провала родители начинают тоже эти приемы реагировать иногда неподготовленным образом и нарушать опять же права тем более что это тоже очень сложный вопрос дать ребенку убежать нельзя а допустим удерживать насильно тоже нельзя и так должны быть родители они должны подготовлены и не должны быть разные инструменты защиты ребенка в том числе иногда самого себя если ребенок подать тяжелый кризис поэтому мы выступаем за психологическую помощь как детям так и родителям в этой ситуации в общем она нужна тотально всем на самом деле и какой-то ресурс в том числе с кем консультироваться в этих ситуациях мы выступаем за безусловное соблюдение физической и сексуальной безопасности детей и полную государственную ответственность тех стран где дети эти оказались и мы выступаем за поддерживающие дополнительные меры что называется по-английски сейчас таким статусом проактивные меры для преодоления уязвимости к дискриминации например очень важный пример образование сейчас право на образование нарушено у миллионов детей в украине это касается очень многих кто куда-то выехал тем не менее для многих из них созданы условия обучения онлайн но не все могут им воспользоваться не все дети в ситуации миграции могут им воспользоваться но особенности редко это с теми которые относятся к беднейшим своим населения скажем тромс конселения хорошо знакома мне проблема чаще всего не обладает нужными устройствами гаджетами там компьютерами и так далее чтобы все дети в семье могли дистанционно учиться даже если они никуда не уезжают а уж если пути то тем менее меня очень беспокоит вопрос о том вернуться ли они в школьное образование вообще то есть год-два потери в таком возрасте подростков может привести к тому что дети останутся неграмотными мы и так знаем что среди ромского населения украина и белоруссии россии много мало грамотных неграмотных особенно среди девочек это большой риск потом можно подумать о том селе школы внимательно посмотреть создает одно дистанционное образование но я точно знаю что не все и что самые слабые школы как раз те в которых учились эти часто не очень грамотные дети не создали таких возможностей просто даже если вы были устройствами поэтому права на образование это то что я считаю требует разработки специально признать программа сейчас она должна быть разработана с учетом всех этих групп в том числе детей с особенностями развития в том числе паре активных на детей детей в институциях и детей с национальных серьезных меньшинств языковых меньшинств одна из больших проблем это то что дети учились на украинском языке вывезены другие страны они вынуждены идти на национальных языках мало где созданы украинские школы если созданы то они такие но смешанного разного возраста класса тоже не идеально большинстве своими в германии в польше где они идут учиться на национальном языке в россии тоже и это многих очень сердит но ведь многие из этих детей плохо знают украинский и что будет ситуация когда невозможно будет учиться дальше на русском а это уже меняется с каждым днем с каждым часом с этими детьми восточно-украинскими детьми это тоже очень сложная картина и надо учить украинский но в миграции это сложно они довод его не выучили может быть мариуполе или донецке а как они выучат там в семье говорят по-прежнему на русском об этом тоже надо думать и я понимаю желание полностью перевести образование на украинский язык но необходимо чтобы это было сделано как-то подготовлено не привело к тому что часть детей просто вынуждены выпадет что тем самым дети западных районов украины будут иметь значительное преимущество образовательное перед детьми которым еще нужно освоить украинский язык и его сложные настройки за отсутствие среды об этом тоже нужно думать в том числе прямо сейчас прямо сейчас когда дети миграции как сохранить язык это вообще проблема любого миграции вот но в целом есть и положительный момент когда я тут недавно посмотрел фильм о детях из афганистана сирии ирака которые в одиночестве то есть 14-15 лет не подростки штурмуют крепость европу пытаясь перейти границы и которых избивает полиция страшным образом хорватской греческой не только белорусской и которых по которым стреляют они разбегаются по лесам идолам которые по каким-то горным кручем в ледяным идут и думаешь как вот так можно обращаться с детьми европейский союз позволяет обращаться с этими совсем не так как с украинским это тоже большая проблема но радость и может быть это начало нового подхода что с украины получилось лучше и надеюсь что он будет распространен на всех по крайней мере детей которые нуждаться в убежище и жертвами боя которых мы помните много но теперь я готова ответить на вопрос если они возникли или если кто-то хочет прямо сейчас задать вопрос будет очень здорово если у кого-то с участницей или участников есть какие-то вопросы может и реакции или просьба на уточнение каких-то моментов которых степане рассказывала будет очень здорово можно либо формате чата задать написать их либо же можно да просто озвучить и голосом я может воспользоваться вот этой возможностью привилегий до того что микрофон уже включен и я говорю вот я бы хотел задать вопрос как раз про последнюю группу которой вы говорили дан про несовершеннолетних людей которые без сопровождения взрослых родственников вынуждены перемещаться до другие страны существуют ли какие-то стандарты или программы которые сфокусированы на этой группе которые как защищаются права таких маленьких людей до в странах которых они оказались из-за преследования или войны правильный способ и он часто применяется вот это сегодня почему из германии я просил в одном месте узнать про то были ли дети несопровождаемые мне ответили что таких детей по несколько десятков вот в этом городе германии но а все они имели каких других родственников то есть они считаются неспровождаем поскольку при них нету там родить ну папа и мама но есть бабушки тети дяди может быть младшие там старшие какие-то сестры и они готовы нести ответственность таких детей помещают с этими семьями и это правильно один из принципов что не разлучение с близкими людьми другое это ситуация когда ребенка нет совершенно никого эта ситуация редко вот из этого города мне ответили что не был такой ребенок один и в таком случае социальные службы находят приемную семью так и было в этом случае эта семья должна подготовлена к тому чтобы вообще принимать детей то есть у них подготовка как и должна быть под контролем и конечно обычно находится то есть это часто люди которые получают государство определенная ну зарплату что ли да за эту работу и они соответственно как всякие люди экономически контролируемые в том числе но бывает вот я слышала о таком случае что ребенок приехал без взрослых и был помещен в украинскую семью которая вообще не очень хотела просто им сказали что вот мы представляем жилье вот таком то месте вы можете жить и заодно вот тут 15-летний парень вы за него отвечаете и это нежелательная практика после вот это то что мы критикуем потому что люди должны с полным готовым желанием ответственностью брать от их они быть сами травмированной войной совершенно не готовы воспринимать чужого может быть нервного может быть не контролируемого ребенка который нуждается конечно в особом понимании подходе в том числе каких-то тоже мер по защите от его собственных может быть поступков скажем намерение убежать на фронт или еще от чего-нибудь поэтому мы тоже смотрим за этой практикой и сейчас уже становится чуть более понятно что происходит в первые дни месяцы недели первой недели войны были такой огромный поток прежде что происходило всякая страна степенно налаживая я не знаю что в этом смысле беларусь если дети не сопровождаемы если если же время могу рассказать что у нас был опыт в четырнадцатом году четырнадцатом году мы мы занимались этой компанией которая нас первоначально называлась crossbody childhood потому что мы выявили такую проблему как неправильная противоречия современным нормам прав ребенка международное соглашение которое называется кишневское соглашение по которому в большинстве стран снг возвращают детей из одной страны в другую то есть это в общем то было такое советско-союзовское какое-то соглашение назывался волгоградская его заменили в снг кишневским но принципы были те же основной принцип за возврат детей отвечает мвд отвечает полиция или милиция где она как называется и это уже неправильно то есть дети миграции часто значит травмированные не должны быть под контролем где в погоне погонах ну вот например мид минский спецприемник размещал таких детей киевский и еще такой харьковский так вот возникла ситуация именно в ситуации в начале той войны 14 года агрессии россии когда очень молодая женщина судя по всему она родила до совершеннолетия с очень маленьким ребенком попала в страшный военный переплет донбасс город прелестная она бежала куда маме а мама замужем за белорусами и вот эта семья оказалась на территории беларуси мама взяла на себя ответственность за этого маленького ребенка она его воспитывала я не знаю были ли какие-то проблемы с этой мамой возможно что у белорусских служб и претензии общего характера не знаю что там было с алкоголем и так далее но к молодому но к девушке вот этой которой мать малыша возникли претензии она исчезла то есть она оставила ребенку маму и куда-то уехала положить на украину никто точно не знает мальчик пошел в школу 7 лет ну годы шли бабушки это с дедушкой так сказать белорусским отчимом его мамы опекали вдруг белорусские службы его изъяли и заверили что они желают по кишневскому соглашению возвращать в украину поскольку он гражданин украины и причем тут его значит белорусская семья вот он был соответственно в рамках личных соглашения полиции передом в руки полицейских украинских на нуле понимаете значит подлая собака то есть как будто шпиона маленького ребенка возвращать помещен харьковский детский приемник харьковский детский приемник с которым мы даже были так хороших отношений мы там нам позволило посетить мы там проводили круглый стол по правому ребенку но тем не менее это место абсолютно несвобода там охрана стоит вооруженные люди форме и дети там находятся месяцами иногда и там нет школы и вообще никакой способ проведения досуга это крайне нежелательная практика то есть вот ребенок он не вполне был несопровождаемый но так сказать беларусь его определила почему-то как сопровождаемый они сперва берли в розыск эту маму пропавшую а потом вот так вот его передали для чего для передачи в детский дом украинский при том что есть родная бабушка поэтому мы вот беспокоимся о таких вещах мы продолжаем на самом деле ту работу которую мы начали в рамках нашей первой кампании кроссбота childhood по попыткам создать новые соглашения вместо этого кченевска я уверен что они должны быть украина-беларусь и украина-молдова и беларусь-молдова и казахстан-молдова они региональные потому что региональные соглашения это всегда непонятно кто вообще-то отъезжает москва за контроль так в общем то было вот при этом некоторый юмор ситуации в том что именно кишинев закрыл свой детский приемник и у них вообще не работает кишиневское соглашение они по нему возвращать уже не могут они создали хорошие современные нормы но они несоотносимы с нормами всех стран в том числе пограничность молдова и украины которые постоянно хотят возвращать по кишиневскому соглашению ничего другого них нет и они не знают и кишинев работает как мне говорили в полиции войны но я думаю что это преодолимая проблема в некоторых по крайней мере странах если поставить такую задачу очень бы хотелось да действительно практика показывает что биллитеральные соглашения куда эффективнее работают чем больше игроков когда вы вовлечены в этого все остается надеяться что люди которые принимают решения которые являются ответственными за возможность вообще-таки соглашений до что они будут желать и будут готовы работать на пользу до прав защиты прав человека особенно уязвимую группу здесь есть чатик в чатик вопрос пришел я его озвучу сейчас что вы думаете по поводу мнения что беженцам из украины не стоит помогать легализоваться в россии надо только помогать выехать в европу или советовать выехать в европу и помогать перенять решение о выезде в европу я думаю что это разумно в целом я думаю что это разумно потому что это ошибка оставаться ничего хорошего не ждет я читал интервью с людьми которые уехали на дальний восток они просто не поняли что с ним произошло каким-то образом они настолько эти мариупольские люди были далеки от географической в том числе реальности никогда не покидали свой регион вообще то есть большинство из них не были никогда даже других частях украины что они вот как-то так дали себя уговорить не понимая что такое дальний восток им стали или псков или находка они решили что псков город маленький военный а надо им находку псков город большой сравнимый с мариуполем областной центр на границе европейского союза им надо было ехать псков и уезжать конечно они помчались куда-то на минуточку неделю на поезде ехать за 7000 километров откуда с большим трудом потом выбирались и я думаю что разумно все людям объяснять но этого не произошло большинство выехавших россии это большой так сказать нарушение их прав не получили черпишь информации только куда-то там доехал в каких-то вот запах чатах они стали узнавать что оказывается можно было поступить иначе можно было добираться любую страну европейского союза поэтому тем кто твердо хочет остаться россии у него есть какие-то причины серьезные обычно это все-таки важные связи для человека да ну я думаю что помогать может быть не надо значит эти люди знают что хотят и у них есть какой-то путь который кстати говоря очень подхлёстывает принятие рожанство упрощает и все прочее а поэтому необходимости вот помогать легализоваться не знаем в чем тут необходимость а помогать просто наверное нужно то есть люди приехали без одежды без средств гигиена некоторые осуждают тех волонтеров кто везет им все начиная от памперсов для детей мыло и кончая гаджетами для детей постарше чтобы они не так скучали я думаю что гуманность требует помогать любым людям в любом положении совершенно просто помочь им в этой ситуации но выезд это разумно очень в россии украинцам легко и хорошо не будет и действительно это странно учитывая агрессию ассоциации именно в россии ну и взгляды политические люди иногда по агрессии это единицы но есть такие люди с которым как-то который как-то иначе видеть эту ситуацию спасибо большое спасибо большое варе за вопросы да и стефане надеюсь что ответила на этот вопрос я пока не вижу других вопросов и чтобы кто-то поднимали руку могу я задать еще один вопрос он такого более общего характера да касаемо беженцев и беженых сейчас может быть ну связь да то вот сейчас происходит в нашем регионе да в смысле в украине как вы думаете в чем причины того что страны евросоюза в частности так по-разному принимают более шести с половиной миллионов человек из украины и куда более меньшее количество людей из сирии и других стран ближнего востока или северной африки в предыдущие годы и какие могут быть последствия это может дать два разных ответа более жесткие более мягкие сотрудников всяких беженских служб да вот тех нкао которые занимаются беженцем мы служим очень жесткие оценки в том числе слово дискриминация звучит я услышала от бывшего подсмена эндерлангов который тут выступал в дискуссии в парламенте сказал что он считает что то что украинцам в том числе детям предоставлено то что не предоставлено афганцам это дискриминация более мягкий ответ который мне кажется логичен тоже для меня это мой ответ был бы ведь люди все-таки смотрят на проблемы регионально тоже это региональный конфликт европейский то есть европа не может отвернуться от украины украина это часть европы конечно отворачивание от сирийцев это не оправдывает но просто это вот такая такое понимание в целом было бы очень правильно наоборот чтобы украинский опыт как был воспринимался как положительный а не как дискриминация что всегда отрицательно да как положительный best practice как говорят на международном языке да и как повод пересмотреть отношения хотя бы к афганским и сирийским еще вопрос есть еще один вопрос в чатике я его озвучу сейчас от евгении есть ли какие-то случаи тенденции дискриминации беженцев украинцев которые мигрировали от войны в российскую федерацию да вообще быть украинцем в россии трудно в том числе украинцам по поддонству по языку и отношения легким не будет мы это тоже знаем с четырнадцатого года все началось не в двадцать втором году люди в четырнадцатом году поскольку основном был за край затрон тот край ближе всего который к россии до массово мигрировали переезжали в россию во первых тоже было как ты не вырваться в других направлениях но и это русскоязычные регионы кроме того них там вещала российской телевидении они как совсем по-другому себе все это представляли я очень много раз мы сами опрашивали этих людей четырнадцатом году слышала что нам уже говорили что приезжайте мы все сделаем все дадим мы ничего не дали ничего не сделали бросили сущности на произвол судьбы а потом еще и начинаются обвинения от значит загадочного непонятно ругательства бандеровцами до притеснений тех кто говорит по украински или тех кто книжки какие-то не знаю дневник с желто синим флагом ребенка может оказаться или еще что то то есть я думаю что сейчас очень трудно осознавая себя как украинца быть в россии даже тем на самом деле кто живет там советских времен осознавая себя украинцем они эти люди тоже подвергаются преследованием тоже уже четырнадцатого года буквально те кто вели какие-то кружки украинских песен и плясок люди которые размещают что-то соцсетях украинская буквально большая большая проблема с этим и я поэтому опасаюсь советовать кому-то оставаться в россии без крайне каких-то важных личных спасибо большое вообще россия ксенофобная страна там трудно быть допустим роман и когда мы писали первый доклад в пятнадцатом году рома и война в пятнадцатом году писали в четырнадцатом то ну к людям отнеслись плохо да они мало того что они приехали из вот из региона той тоже не признаны россии войны но они еще и были вот такие таборные люди и у себя там под мариуполем или в донецке они ходили в школу а в россии школу не взяли они остались опять выпущены системы образования им не оказали никакого практически поддержки как многодетного так далее то есть это все все хлебнули по полной кто направился именно в россии думаю что останутся эти люди в других пионах украины было бы мое такое впечатление из личных разговоров спасибо большое степане я надеюсь что евгения да получил ответ на вопрос который она озвучивала вот не знаю если еще какие-то вопросы голосом озвучь можно у тебя есть какой-то вопрос так как уже в 17 57 18 57 да и уже почти целый час на своем онлайне вот наверное можем уже завершать встречу если вдруг сейчас не появятся вопросы пока я сейчас это озвучиваю спасибо большое за эту возможность поговорить я буду очень благодарна если кто-то позже сможет через константу или иначе передать нам тоже какую-то информацию по ситуации беларуси потому что она немножко не до конца не ясна особенно да про те кто долитное время находится из беженцев беларуси или планирует оставаться по каким-то причинам что происходит вот какие риски будут ли опять же замать каких-то детей направлять спецприемники чтобы вернуть украину или не будут или буду с тем призвать хотят они этого не хотят гражданства как отрицать в россии мы пока не знаем как складывать ситуация беларуси но нам это интересно было спасибо большое все а нет есть вопрос так вы считаете как вы чувствуете сейчас я могу конечно следует могли бы вы еще прокомментировать нынешние отношения евросоюзу к тем иностранцам которые покинули украину и выехали евросоюз из-за войны например иностранные студенты которые учились в украине им пришлось ли им вернуться в свои страны всех всех всем разрешили въехать большинство иностранцев находившихся в украине нашли вас были размещены беженцев если они этого хотели не все хотели были какие-то люди которые было кому пойти тоже какие-то общины какие-то но те кто хотели попали глаголе обиженцев я сама знаю таких людей впоследствии они получили там стану помощь большинстве стран европейского союза другое дело что не больше проблем возникли с теми иностранцами которые не были иностранными студентами а так сказать уже и украина имела к ним миграционные вопросы и некоторых из них даже держал миграционные тюрьмы вот те кто из этих депортационных центров оказались вот есть информация что некоторые из них оказались депортационных центров польши но это не иностранство самым студентами все не так плохо наоборот некоторых было преимущество перед украинскими мужчинами например они могли покинуть страну а те кто взяли гражданство и таких мы тоже знаем да люди из таджикистана переехали украину взяли гражданство все они никакими силами покинуть украины могут а вот те кто не взяли ну ничего не успели тебя наоборот выехали в этом был некоторый плюс для тех кто хотел конечно уехать потому что многие спасибо большое да и как я вижу евгения до получила ответ спасибо большое тогда наверное я думаю можем завершать эту встречу я хочу сказать большое спасибо всем кто смогли сегодня присоединиться на встречу уязвимой группы и война большое спасибо отдельное спасибо степане спасибо что поделились информацией и опытом спасибо всем участницам за желание узнать об этой теме и за вопросы за дискуссию надеюсь что мы сможем извлечь уроки из этого опыта для изменения политик и практик и благодаря этому права человека будут больше и лучше защищены и реализованы в частности права людей в ситуациях вынужденной миграции из любой страны без исключений и эта встреча останется в записи и можно будет пересмотреть ее либо поделиться с другими кому интересно кому полезно было бы узнать об этом ближайшее время она появится на наших платформах в целом следите за нами а также за работой антидетимационного центра мемориал мы под видео я думаю на youtube оставим ссылки на сайт и на озвученные отчеты до которые были во время этой встречи там вы сможете больше узнать задуматься и даже присоединиться возможно к действиям для защиты и продвижения прав человека большое всем спасибо спасибо вам спасибо химконсанта и всем служителям спасибо большое до свидания